Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем наш курс о современных приборах, методах в почвоведении и других биосферных науках. Мы с вами остановились на том, что в гидрологии, в современной гидрологии, в почве современной гидрологии ландшафтов, широко распространены так называемые педотрансферные функции. Мы говорили, что это такое. Вот определение, которое мы дали педотрансферным функциям. Конечно, мы говорили о том, что педотрансферные функции – это явление, которому дал начало голландский ученый Йохан Боума в середине прошлого века. И педотрансферные функции в основном были придуманы для того, чтобы восстановить основные физические свойства и характеристики. А по данным из традиционных свойств, по данным традиционных значений, приведенных в базах данных. И мы говорили о том, что вот как раз педотрансферные функции и позволяют нам волшебным образом, как вот этот волшебник справа от нас, это Яков Иронович Пачевский, волшебным образом превращать данных, которые у нас много и в достаточном количестве, в то, что нам необходимо. А нам необходимо прежде всего, конечно, знать о основной гидрофизической функции и функции давления. Функция, которая здесь приведена, это функция Ванги Нухтона, о которой мы говорили в прошлый раз. Она просто в другой записи приведена. Она, как вы видите, приведена θ- минимум, это θ- residual, о которой мы говорили, θ- максимум, это θ- saturated, о которой мы говорили тоже в прошлый раз. Альфа – величина, обратное давление в арботировании, а N – это угол наклона к основной гидрофизической кривой. Так вот, важно было получить некоторые регрессионного типа уравнения, которые связывают основные фундаментальные свойства почв с этими параметрами. Параметрами уравнения Ванги Нухтона, параметрами основной гидрофизической характеристики. А также с параметром уравнения Муалема. Вспоминаем, уравнение Ванги Нухтона необходимо для того, чтобы описывать основную гидрофизическую характеристику, или water retention curve. А уравнение Муалема, приведенное здесь, оно описывает зависимость коэффициента фильтрации от параметров уравнения Ванги Нухтона, и в результате дает возможность получать выражение для коэффициента влагопроводности, существенно зависящего от давления почвенной влаги. Этот коэффициент влагопроводности, видите, он зависит от капиллярно-сорбционного давления, от величины К с подстрочником С, это коэффициент проводимости в saturated условиях, то есть коэффициент фильтрации. И параметры Ванги Нухтона, СЕ, вы видите, это СЕ, это относительная влажность. Ну и некоторая характеристика М, которая однозначно связана с величиной Н, с углом наклона основной гидрофизической характеристики. И вот современная гидрология пришла к тому, что эти два уравнения составляют неразрывную характеристику всей наземной части гидрологии. Если метеорология дает нам некоторое количество и распределение осадков, то все, что будет твориться в почве, все процессы перетекания, накопления, скопления воды, движение ее в нижележащие слои и движение в грунтовых водах, будет связано с двумя уравнениями, уравнениями Ванги Нухтона и уравнениями Муалема, которые позволяют охарактеризовать водоудерживание и проводимость почвы. А параметрами являются параметры Ванги Нухтона плюс коэффициент фильтрации, К с подстрочничком С, сочувствитель кондуктивити, приведенные в уравнении Муалема. Так это во всех расчетных процедурах, во всех численных моделях и записывается уравнение Генухтона-Муалема. Эти два наших современника, эти два значительных ученых в области природопользования, в области гидрофизики наземных систем, и оставили след практически во всех расчетных операциях, и перевели нашу гидрологию, гидрологию почв, в область численной науки, в область расчетных процедур. Это и было их достижением. А следующий этап – нужно было найти зависимость между фундаментальными свойствами и основными параметрами Ванги Нухтона-Муалема. Дорогие друзья, мы продолжаем изучение гидрологии различных почв и других природных тел. И остановились мы с вами на том, что голландский исследователь, голландский ученый Йохан Боума предложил в середине и конце прошлого века следующий подход к получению важных гидрофизических функций. Напомню, что это были две функции. Функция водоудерживания в русскоязычной литературе – это ОГХ, основная гидрофизическая характеристика. Water retention в международном обозначении. И вторая функция влагопроводности – способность почвы проводить поток влаги при различной влажности или давлении влаги. Соответственно, нужно было предложить подходы к получению этих функций. Экспериментальное получение данных по этим функциям очень длительно, очень затратно. И, конечно, в масштабах, когда мы сейчас переходим от отдельных точек пространства к ландшафту или к сельскохозяйственному полю, к агроландшафту, требуется очень большое количество данных по water retention, по ОГХ и по влагопроводности, коэффициенту влагопроводности. И тогда Йохан Боум и предложил подход. Раз эти важнейшие функции гидрологические существенно определяются гранулометрическим составом, содержанием органического вещества, плотностью почвы, давайте мы от традиционных свойств, от гранулометрического состава, от плотности, от содержания органического вещества и перейдем к параметрам, те, которые обоснованы Вангенухтаном и Муалемом. А эти параметры представлены на этой табличке. Это ТТР, влажность резидиол, остаточная влажность, ТТС, влажность соответствующая насыщению почвы, Альфа, величина обратная давление обарботирования, Н, характеристика наклона кривой, ОГХ, и коэффициент фильтрации, К с подсрочничком С, он, видите, по зарубежному здесь обозначен, saturated conductivity в насыщенных системах, в русскоязычных терминах это коэффициент фильтрации. И вот оказалось, что можно найти зависимости между вот этими параметрами основных гидрофизических функций, и гранулометрии почв. Вот здесь вот гранулометрия представлена в виде классификации международной. Вспомните, в международной классификации мы определяем гранулометрический состав почвенного образца или другого природного дисперсного тела по треугольнику. Или примерный перевод в русскоязычное название. Но заметьте, что от песка до глины, до средней тяжелой глины, параметры эти естественным образом изменяются. И для каждой градации почвы по гранулометрическому составу можно найти соответствующую этой градации строчку, в которой представлены будут основные параметры по уравнению Ван Генуктона-Муалема. Так и сделано в большинстве моделей, в большинстве расчетов, когда мы вводим характеристику нашей почвы, прежде всего ее гранулометрический состав, и практически моментально мы получаем вот эти параметры, параметры Ван Генуктона-Муалема, которые представлены здесь, в этой табличке, вот в этой части ее. Это параметры Ван Генуктона-Муалема. Стоит только нам ввести в любой из расчетных процедур ввести гранулометрический состав, либо по названию, либо по фракциям, ввести плотность почвы, ввести содержание органического вещества как основные функциональные свойства почв или других природных дисперсных тел, как тут же можно найти, и у нас появляются на экране вот эти параметры, параметры уравнения Ван Генуктона-Муалема. Очень удобно, хотя мы не знаем, каким образом они получены, с помощью каких уравнений рассчитаны и на основание главное, какой базы данных они получены. Вполне вероятно, они получены региональным способом, либо каким-то другим подходом. Желательно это все иметь в виду, и когда вы используете модель с педотрансферными функциями, конечно, уточнить, на основании каких баз данных и какой математической процедуры получены эти педотрансферные функции. Это очень важно для дальнейших расчетов, для расчетов динамики влажности. Итак, зная гранометрический состав, мы можем определить все параметры водоудерживания и влагопроводности. И очень многие расчетные физически обоснованные модели, вот внизу, в частности, приведена ссылочка на такую модель, общеупотребительную во всем мире, модель Hydros, приведена ссылочка. Там именно благодаря педотрансферным функциям и получают все параметры водоудерживания и влагопроводности, позволяющие рассчитывать движения и водонакопления, водоудерживания в различных профилях почв, грунтов и так далее. Но, конечно же, нужно знать для этих моделей и адаптацию, то есть знать некие участки водного режима для того, чтобы проверить, а хорошо ли модель работает. Ну вот, первым и общеизвестным способом – это измерить электропроводность почвы. Причем измерить ее, казалось бы, проще всего. Ну, что можно сделать? Можно, например, два электрода ввести в почвенный. Вот почвенный образец у нас здесь вот между двумя электродами. Здесь вот помещен почвенный образец. Это почва. И мы подключим источник питания и будем измерять напряжение и силу тока в цепи между двумя этими электродами. измерение окажется невозможным. Потому что тут же возникнут токи поляризации на электронах. И мы не сможем снять показания ни с вольтметра, ни с амперметра. Мы не сможем получить значение электропроводности или электросопротивления в нашем почвенном образце. Невозможно это сделать с помощью простой схемы. Эту схему нужно изменить. И вот в 1927 году два брата по фамилии Шлюмберже, два француза, предложили метод измерения электропроводности дисперсных тел, грунтов на различной глубине. Они запатентовали устройства для измерения и непрерывного электрического коротажа скважин. Корот это значит по глубине распространения. Ну, отсюда потоком пошли заявки на это изобретение для того, чтобы разыскивать нефть, знать состав пород, знать влажность, которая содержит вот эти слоистые грунты, грунты породы, влажность. Нам ведь нам необходимо для того, чтобы узнать, будут ли породы в движении, если они находятся на склоне горы, будут ли они устойчивы, возможно, оползни. В общем, их изобретение открыло широкие ворота для применения их фирмы процетала. А в чём же состояло их изобретение для того, чтобы измерять электропроводность почвы? Их изобретение состояло в том, что они предложили четырёхэлектродную схему сопротивления. Если вот, как вы видите на этом рисунке, почвенный образец А и Б подающие электроды, в них мы с помощью амперметра будем измерять ток. Естественно, мы к этим электродам грузим источник питания. Подгрузили А Б. Конечно, на этих электродах возникнет поляризация, но она для нас не важна. Мы будем снимать показания с двух других электродов под названием М и Н. И здесь мы будем подключить к этим электродам милливольтметр и с них будем снимать показания. Нам будет известно напряжение на этих электродах, сила тока мы можем рассчитать сопротивление, которое характерно именно для этой части почвенного образца между электродами М и Н. Именно поэтому и были названы электроды А и Б электроды питающие, а электроды М и М измерительные. Вы видите, с помощью четырех электродной схемы или схемы Шлюмберже удалось уйти от паразитных токов поляризации, удалось на постоянном токе проводить измерение электропроводности. Именно благодаря вот такой четырех электродной схеме и стали возможны каратажные исследования, которые были проведены этой фирмой Шлюмберже уже практически во всем мире. Каратажные исследования, исследования глубинных слоев почвенной толщи. Были проведены не только исследования глубинных слоев, но и предсказания поведения этих слоев относительно их подвижки, сопротивления сдвигов, возможности обнаружения нефтяных и газовых пластов. Это было открытие многовекового значения. Шлюмберже фирма, если вы откликнете в интернете это имя, это название, это, конечно, будут различные геологические фирмы, которые ищут нефть, газ, ищут водонасыщенные слои, то есть измеряют и свойства пород, и их насыщенность водой. Ведь от чего будет зависеть электрическое сопротивление? Прежде всего, электрическое сопротивление будет зависеть от влажности, обозначим ее тета, влажность и содержание солей С. Именно от этих двух величин и будет зависеть величина электрического сопротивления или величина электропроводности почв. Функция F КАПА. КАПА электрическая проводимость. Ну, измеряют как электрическую проводимость КАПА, так и удельное электрическое сопротивление, обозначенное РО. Эти величины как раз и характеризуют содержание солей и влажность тех или иных образований. Вот эта схема как действует, если у нас представлена четырехэлектродная схема, которая, возможно, может быть применена и для более глубоких слоев на поверхности питающие электроды и в зависимости от расстояния между измерительными электродами мы можем изучать, какова сила тока на разной глубине, потому что питающие электроды создают электрическое поле разной интенсивностью на разной глубине, а изменяя расстояние МН, мы можем измерять электропроводность или электрическое сопротивление на этой разной глубине. Так четырехэлектродная схема, схема Шлюмберже получила свое широчайшее распространение в грунтоведении, в противоведении, в мелиорации для того, чтобы с поверхности видите, они стоят эти электроды все четыре на поверхности, чтобы с поверхности без особых приспособлений бурения скважинного специального бурения проводить измерения электрических свойств на достаточно большой глубине. Вот примеры современного оборудования, тех самых приборов на основе схемы Шлюмберже. Их производится большое количество. Это основное оборудование для миллиораторов, гидрогеологов, грунтоведов, почвоведов. С помощью этого оборудования мы сможем многое сказать о составе слоистости и о влажности ниже лежащих слоев. И все это благодаря открытию и творческому воплощению идей братьев Шлюмберже, прежде всего Конрада Шлюмберже. Итак, мы еще говорим об одном устройстве гипсовых блоков. Помните, мы с вами говорили о том, что если металлические датчики поместить в гипс, это гипсовый блок, и проводить измерение электропроводности, которое будет зависеть от влажности в этом гипсовом блоке. А сам гипсовый блок, он находится в равновесии с влагой в почве. И эти гипсовые блоки тоже благодаря вот этой схеме, схеме Шлюмберже, нашли определенное распространение в мелиорации, в орошении, с помощью этих гипсовых блоков проводили измерение влажности в почве, а впоследствии к настоящему времени с помощью этих измерений были введены расчеты с помощью моделей, о которых мы с вами говорили, и педотрансферных функций в том числе. Но это показало достаточно хорошее совпадение. Прямые измерения с помощью гипсовых блоков и расчетных математических моделей. Таким образом мы с вами говоря о датчиках температуры и влажности должны сделать следующие выводы, что датчики влажности почвы самые надежные это датчики на принципе тайм-домен рефлектометре. Вспомним диэлькометрию во временной области диэлькометрическое измерение электромагнитный импульс прохождение этого импульса на скорость прямую зависит от влажности. Кроме этого есть тензиометры, которые показывают давление, но у них довольно узкий диапазон провозности. И электропроводность, особенно в варианте гипсовых блоков, тоже широко используется для получения данных о влажности почв. А в ирригации в орошаемом земледелии наиболее надежным способом является все-таки тензиометрический. Тот самый тензиометр, который мы рассматривали, когда говорили с вами о давлении влаги. Тензиометр, который сейчас может быть исполнен в результате прибором сразу в видимом диапазоне, показывающие значение давления влаги в единицах, такие, какие выбраны либо килопаскали, либо гектопаскали, либо атмосферы, любые единицы давления. Эти приборы, тензиометры, имеют определенный диапазон примерно от полной влагоемкости или от полевой влагоемкости до 80% от наименьшей влагоемкости. Это как раз так называемый ирригационный диапазон влаги. В нем лучше всего и использовать тензиометры. Так и поступают в настоящее время на орошаемых полях. Значит, как же развивается современная гидрология почв? Прежде всего, современная гидрология почв развивается в отношении не просто одной точки, а всего почвенного покрова. Почвенные гидрологи и вообще гидрологи суши сейчас раздумывают над тем, а как же мы можем оценивать гидрологию не в одной точке пространства, а гидрологию в ландшафте. Важнее ведь нам знать, как происходит перемещение воды, ее накопление, ее транспорт, ее расход в различных точках ландшафта. то есть в современной гидрологии почв гидрологии в целом суши вызов основной надо перейти от единой точки измерений в ландшафте от стационарных наблюдений в одной точке ландшафта к измерению гидрологии в целом ландшафте, то есть движению влаги в почвенном покрове, в почвенном покрове, который естественно имеет определенную топографию, который имеет определенное сложение в виде почвенных горизонтов в разной точке пространства, каково же в этом направлении происходят изменения, каковы современные состояния и перспективы использования различных средств в гидрологии суши, когда вопрос стоит об измерениях и о динамике влаги в ландшафте, в водный режим почвенного покрова. Для этого сейчас еще больше и больше применяются так называемые расчетные средства. Ну вот в частности рассмотрим одну из моделей, математических моделей, которые используются для оценки и управления вводным режимом почвенного покрова. То есть она пригодна, эта модель, для того, чтобы с ее помощью управлять человеку в водном режиме почв в определенном пространстве, то есть в агроландшафте, где от водного режима, конечно же, зависят особенности водного питания растений, ну и безусловно водонакопления, расход воды в целом в ландшафте. Модель эта устроена следующим образом. Она предназначена для управления агроландшафтными комплексами. Она основана на климатических рельефных особенностях территории, и эти данные климатические, агрометеорологические, рельеф территории. Эта модель может использовать как интернет данные, как данные, которые можно ввести на основании баз данных либо спутниковых баз. То есть спутниковые данные могут нам дать возможность охарактеризовать модель в виде ее топографии, в виде метеоусловий, средних, многолетних или данных метеоусловий, и могут быть использованы и другие спутниковые и базовые данные по особенностям данной территории. Все это сейчас доступно в интернете. А вот дальше такие модели пространственно распределенные используют те самые расчетные уравнения уравнения Дарси, уравнения Ричардса, об уравнении Дарси и частному случаю уравнения Ричардса мы с вами говорили. А вот для того, чтобы решить это уравнение Дарси, необходимы педотрансферные функции экспериментальным обеспечением для этих функций и будут являться гранулометрический состав, плотность, содержание органики. вспомнили педотрансферные функции, вспомнили Йохана Боума, который один из первых предложил и обосновал такого рода функции. Итак, получается, что для того, чтобы перейти к пространственной оценке и управлению агроландшафтами, у нас с одной стороны есть данные по топографии, есть данные по метеорологии, есть данные спутниковые или базовые данные по агроусловиям, но нету данных по почвам. Таких данных вообще получение таких данных довольно сложное, тем более мы же хотим считать движение воды, потоки внутрипочвенные, влаги и где создаются условия почвенные, когда нам необходимо орошение, а где условия для осушения. И в этом случае основой является гранулометрический состав и педотрансферные функции. гранулометрический модель работает как гис-модель и она может быть для небольших водоразделов использована и не только для того, чтобы оценить движение воды внутри почвы и оценить влажность внутрипочвенную в отношении доступности влаги для растений, но и рассчитать и поверхностный сток. Это важно, ведь от этого будет зависеть эрозия. Может рассчитать и перенос веществ, то есть может рассчитать перенос различных веществ, необходимых для жизни и развития растений, то есть для функционирования живых организмов. То есть модель это, если мы остановимся на таком решении, решение, что для верхних условий мы используем данные спутника или каких-то баз данных, а для характеристики почвы мы будем использовать те самые педотрансферные функции и расчетные модели, основанные на уравнении Дарси или уравнении Ричардса. Мы получили информацию как о том, что происходит на границе верхней, мы получили информацию о том состоянии почвы, которое используется нами в агроландшафтах. Вот такого типа мы и анализируем потоки влаги, как поверхностные потоки, представленные на данном слайде, поверхностные потоки, это эрозия, это вероятность эрозионных потерь, так и участки мы можем анализировать по землепользованию. Вот эти три карты, рельеф, почвенная карта, например, по гурометрическому составу, и карта землепользования формируют элементарные участки Hydrologic Response Bones Units, элементарные участки, которые и позволяют нам оценить этот участок по его гидрологическому поведению. А почвы, в основном самый важный элемент агроландшафта, представленный в виде гурнометрического состава, содержания питательных элементов, плотности и органического вещества. Модель выдаст данные за определенный период по поверхностному, внутрипочвенному стоку и по разным временным промежуткам, которые мы ей закажем. Таким образом, выход на ландшафты в гидрологии, конечно же, связан с расчетными процедурами, где почва представлена в виде гурнометрического состава, плотности, содержания органического вещества и педотрансферных функций. педотрансферных функций. Значит, еще немного о электропроводности. Мы отвлеклись на ландшафты, но если говорить о электропроводности, то вот мы можем измерять и электропроводность почв, и электропроводность природных вод. Например, у нас стоит проблема использования тех или иных вод с наличием солей для орошения. Мы применяем четырехэлектродную схему шлюмберже и измеряем не просто химический состав, а мы измеряем удельную электропроводность различных поровых растворов. И за счет того, что у нас электропроводность существенным образом, мы написали, уже зависит от содержания солей, можно по электропроводности уже судить о том содержании солей, которые находятся в исследуемом растворе. И вот в этой табличке как раз и указано 2 миллисименса на сантиметр, это примерно 1 грамм на дециметр кубический в пересчете на хлористый натрий и так далее. Такие таблички составлены, такие графики могут использоваться и вот эти классификационные придержки по минерализации очень широко распространены. Широко распространены вот, например, такие величины. Видите, 1 миллисименс на сантиметр это примерно 0,6 граммов на литре, а 3 миллисименса уже полтора грамма в литре, это уже солоноватые воды. если принять общепризнанную классификацию по минерализации вод. Ну, конечно, очень важно, когда вы будете покупать кондуктометр солимер или просто кондуктометр для измерения И, Си, это electrical conductivity. Важно узнать, какой принцип работы этого кондуктометра. кондуктометра двухэлектродный или четырехэлектродный. Ну, как правило, четырехэлектродный это уже знакомая нам схема Шлюмберже, а двухэлектродный должен стоять компенсатор поляризации. Выясните, каков этот компенсатор поляризации и как он работает. Нужно ли что-то там постоянно сверять и проверять. Ну, на фирме продающие вам должны это сказать. Для любого кондуктометра, для любого изменителя electrical conductivity. А как у нас, остановимся на секунду, оценивается засоление. Если за рубежом это в основном electrical conductivity, то у нас в общем определение степени и характера засоления значительно сложнее происходит. Во-первых, делается водная вытяжка. Водная вытяжка это соотношение почва грунт, вода 1 к 5. Делается водная вытяжка, фильтруется и определяется в водной вытяжке хлориды, сульфаты и некоторые ионы катионного плана натрий, кальций и так далее. И сначала по содержанию хлора, сульфатов прежде всего определяет химизм засоления. Вот эта табличка указывает нам на химизм засоления. А после этого на второй стадии мы можем определить по химизму и степень засоления. Нет засоления слабое среднее сильное засоление и очень сильное солончаки. Вы видите для каждого из типов засоления хлоридного, сульфатно-хлоридного, сульфатного, содово-сульфатного эти градации утверждены и строго соблюдаются по отнесению почв к тому или иному типу засоления. меня, конечно, интересовал вопрос, но почему мы отказались от такого простого, легкого и производительного способа, как электропроводность? Оказалось, что когда вводились характеристики почв по засолению и в том числе опробовался метод по электропроводности, некоторые наши почвы не могли попасть в разделы особенно содового засоления. Почвы содового засоления это особо опасный тип засоления и в то же время это почвы особой продуктивности, потому что они, как правило, почвы содового засоления расположены в благоприятных долинах с очень хорошими показателями по теплу солнечной энергии. И вот почвы содового засоления мы бы с вами с помощью электропроводности ну никак не выделили. Электропроводность не говорит нам ничего о химизме, а в то же время было очень важно выделить именно почвы содового засоления для того, чтобы их выделить и они требуют особых способов мелиорации для того, чтобы соду убрать из корня обитаемого слоя. И вот эти почвы выделить удавалось только нашим способом оценки засоления с помощью химизма эти почвы содового засоления чрезвычайно важно было выделить по содержанию соды, по содержанию солей, а затем мелиорировать определенным образом почвы чрезвычайно плодородных районов, уникальные почвы, например, Раратской долины. Так что тогда, когда еще в 40-е и 50-е годы распространялись методы оценки засоления в Советском Союзе, содовые почвы сыграли здесь важнейшую роль. С одной стороны, в том, что их нужно было обязательно выделять, и тем более расположены они в уникальнейших местах по природным условиям, ну и во-вторых, они требовали и особых меморативных мероприятий почвы содового засоления. Вот так и возник российский способ оценки химизма и степени засоления. А мы идем дальше и говорим с вами о том, что каковы каковы же исследования и использования различных показателей по влажности исследований и использования почвенно-гидрологических константов. Значит, несколько слов о почвенно-гидрологических константах. Так сложилось исторически, что почвенно-гидрологические константы делятся на ряд таких ступенек. полная влагоемкость, когда все заполнено водой. Эта константа называется полной влагоемкостью, водовместимостью. Ну, и в действительности практически полная влагоемкость в объемных единицах это пористость. Это по идее в действительности полная влагоемкость несколько меньше пористости, потому что всегда в почве, в поровом пространстве почва имеется защемленный воздух, защемленные газы. И поэтому полная влагоемкость всегда на 2, 3, иногда 4 процента ниже, чем пористость. Вы понимаете, что речь идет о единой системе единиц объемной влажности, объемного содержания. и полная влагоемкость на 2-3 процента ниже, чем пористость почвы. Следующее это наименьшая влагоемкость. Название наименьшей влагоемкости имеет такой исторический аспект. Это в действительности то количество воды, которое почва способна удерживать после того, как она насыщена до полной влагоемкости. От полной до наименьшей влагоемкости будет гравитационная влага. Эта влага стечет и в почву будет содержать некоторое количество воды, которое будет соответствовать филдкапэзете или полевой, или наименьшей влагоемкости. это все термины однозначного порядка. Наименьшая влагоемкость, полевая влагоемкость, филдкапэзете зарубежный термин. Почему видите наименьшая влагоемкость и тут же полевая и филдкапэзете? Дело все в том, что в лабораторных условиях получить истинное значение наименьшей влагоемкости или полевой влагоемкости практически невозможно. Значение наименьшей влагоемкости определяют именно в полевых условиях для естественного профиля почвы. Как правило, это метод заливки. Когда почву заливают, насыщают до полной влагоемкости и дают почве уравновеситься в течение двух суток, когда стекает гравитационная влага и почва будет содержать то количество влаги, которое она способна удерживать капиллярными силами, наименьшую влагоемкость. Следующая ступенька – это конец, конец доступной влаги. Это влажность заведания растений. Влажность, при которой растения испытывают признаки заведания, устойчивые признаки заведания. Влажность устойчивого заведания в ВУЗ или, как правило, сокращение влажность заведания. Разница между этими двумя влажностями наименьшей влагоемкостью, то, что почва способна содержать после стока гравитационной воды, и влажностью заведания, это диапазон доступной влаги. В этом диапазоне встречается некоторая величина, которую обосновали Алексей Андреевич Раде вместе с Мельниковой, так называемая влажность разрыва капиллярной связи. Это некая тоже гидрологическая константа, характеризующая скорость движения капиллярной влаги при значении равной влажности разрыва капиллярной связи, скорость движения резко снижается, ну и доступность влаги снижается, но это подчеркну, внутри диапазона доступной влаги. Далее следует максимальная гигроскопическая и гигроскопическая влажность, те особые значения влажности, которые характеризуют адсорбционные характеристики поверхности почвенных частиц, поверхности элементарных почвенных частиц агрегатов. Но сейчас говорят, что гидроконстанта, ну вот в частности НВ, соответствует примерно 300 сантиметрам водного столба или минус 0,33 0,33 атмосферы. Это такой общепризнанный подход в американской англоязычной литературе именно эту величину 300 сантиметров водного столба и используют как значение давления соответствующему наименьшей влагоемкости. А влажность заведания соответствует примерно 15 атмосферам или 15 тысяч примерно сантиметров водного столба. Это влажность устойчивого заведания. это вот соотношение тоже используется во всем мире. А вот как изображается величина влажности в виде лидия в виде лидия в виде либо начального распределения по профилю. Видите, отдельные точки наблюдений это начальное распределение. Мы получили, например, буровым методом потом почва перешла в другое значение по влажности и мы нанесли по профилю эти точки в виде профильного распределения, в виде эпюр по влажности, либо в виде послойной динамики, это тоже характерно. Видите, время здесь стоит по оси иксов и влажность процентов. но главным все-таки изображением, главным документом являются хроноизоплеты. Что такое хроноизоплеты? Если у нас есть сроки наблюдения почвы, в почве представлена влажность в динамике и различные глубины, то есть у нас есть с одной стороны одно измерение это сутки, другое измерение глубина. И третье сами значения влажности. Если мы это все по сетке нанесем, то что представлено в этой таблице, и соединим точки с одинаковой влажностью, мы и получим хроноизоплеты. Вот видите, вот эти линии, линии равных значений влажности. Если вот эта зона темная, говорит о том, что здесь по-видимому был избыток влажности, большое количество свободной влаги, потом это перешло за счет испарения в более сухую зону. Это характеристика водной жизни почвы. Правда сложнее это может выглядеть тогда, когда почва слоистая. Вот видите, вот в этом случае на глубине примерно 15 сантиметров может быть представлен, например, песчаный слой, и это тут же сказывается в величинах влажности. Тогда как поступить? Лучше всего давать не в величинах влажности, а в величинах давления в виде хрона изобар. Тогда у нас будет плавное изменение без вот таких вот участков ложной иссушенности это просто почва имеет облегченный гранулометрический состав. И вот в гомогенной влажной почве мы получаем вот такие хроноизоплеты. В слоистой иногда бывают сложности, но в любом случае, даже в случае слоистой вот такой вот почвы, которая здесь проведена, нужно нанести на хроноизоплеты значение наименьшей влагоемкости. Но 7НВ это конец доступной влаги, ВЗ это конец доступной влаги. Но 7НВ величина наносится для того, чтобы показать, что подвижность влаги заметно изменяется. Но 7НВ примерно соответствует ВРК влажностью разрыва капиллярной связи. Поэтому и приводятся как правило НВ наименьшая влагоемкость 70 или 80 процентов от НВ и влажность заведания. Гидрологические константы позволяют нам судить о том, что же в почве происходит, где зоны явного иссушения, где зоны переувлажнения и зоны наличия доступной влаги в почве. Вот так до настоящего времени представляется хроноизоблеты в объемных процентах. Вы видите, обязательно представляют в виде категорий влажности влажность заведания, влажность разрыва капилляров. Влажность разрыва капилляра полевая влагоемкость. 0,7 или 0,8 от полевой влагоемкости все это представлено в виде хрона и заплет, которые гидрологи, увидев эту карту, точно так же, как географы, увидев карту местности, могут многое сказать о местности А, о гидрологии почвы, которая представлена в виде хрона и заплет влажности. Ну вот, видите, здесь один красочный рисунок, который показывает, как хрона и заплеты влажности позволяют нам выделить зоны доступной влаги и зоны, которые представляют собой уже влажность недоступна для растений. Сейчас мы быстренько пролистаем тот раздел, который уже мы с вами обсудили по моделям, которые позволяют произвести гидрологическую оценку площадей, в частности сват. Основа этих моделей опять-таки расчетная с помощью педотрансферных функций, а представление тоже в виде гидрологических элементов. педотрансферных остановимся с вами на пористости почвы. Это последний раздел, который мы с вами обсудим. Обсудим его в связи с тем, что появилось большое количество приборов и методов оценки распределения пор по размерам, прежде всего оценки по томографическому исследованию порового пространства почв. Напомню, это классические в общем-то схемы, что почва состоит из трех фаз. Это твердая фаза, вот она представлена в виде нижнего слоя, это минеральные либо органические вещества, это жидкая фаза и это газообразная фаза, трехфазное почвенное тело. И каждая фаза характеризуется массой и объема. Масса и объем твердой фазы, подсрочничек S, solid. Масса и объем жидкой фазы, подсрочничек W, water. Ну, естественно, только объем газовой фазы масса не имеет по сравнению с жидкой и твердой фазой и объем воздуха W, подсрочничек E. Мы всегда можем сказать о том, что это трехфазное вот это вот трехфазное почвенное тело, почва, грунт, любые осадки будут характеризоваться плотностью, плотностью твердой фазы почвы. Заметьте, плотность твердой фазы, рост подсрочничком S, solid, это масса твердой фазы на объем твердой фазы, то есть плотность вот этого только нижнего слоя почвы. Без включения порового пространства, заполненного водой или воздухом, только RO-S, плотность твердой фазы. Вот представлены плотности твердой фазы, которые входят во все грунты в виде различных компонентов. Это минералы, это органическое вещество, это кварцевые породы. Причем плотность твердой фазы это величина аддитивная и можно рассчитать плотность твердой фазы, если мы знаем количество и плотности отдельных составляющих элементов кварца, полевых шпатов и так далее. Это плотность твердой фазы. Плотность почвы это масса абсолютно сухой, единицы объема, видите, М масса с подстрочником С, только твердой фазы, деленная на объем, весь объем почвы со свойственной этому объему пустотами, со всеми порами, кавернами и так далее. Это плотность почвы. Чрезвычайно важный показатель как правило обозначаемый ро с подстрочником B. B обозначает балк, то есть плотность почвы, плотность объемной единицы. Ну и отсюда можно рассчитать пористость почвы, но здесь указано устоявший термин порозность почвы, в действительности пористость почвы, так правильнее говорить. Это, конечно же, соотношение объемов пор к объему всей почвы. В результате это выражение объемов пор, занятых водой и воздухом, к объему всей почвы можно выразить через плотность почвы и плотность твердой фазы почвы. Это вот такое общепринятое выражение. В геологии чаще используется коэффициент пористости вместо порозности почвы. Это объем пор, отнесенный к объему твердой фазы. Ну, почему именно этот термин используется? А потому что взглянем на традиционную пористость, у нас вот эта величина робы может изменяться в связи со влажностью. То есть, соответственно, меняется объем почвы в целом за счет того, что изменяется объем почвы при увлажнении за счет набухания. поэтому величина порозности меняется при набухании почвы. Знаменатель изменяет свои значения при различной влажности. Это не бывает иногда чрезвычайно неудобно. а вот коэффициент пористости не будет зависеть существенно от влажности. Он, видите, в знаменателе постоянная величина, объем твердой фазы. Он от влажности не зависит. Пористость от влажности зависит, а объем нет. Это коэффициент пористости. Ну, и, конечно, во всех природоведческих науках говорят о том, что не просто газообразная жидкая фаза содержится вот в таком кирпичике, а содержится за счет агрегатов, которые имеют соответствующую поростость. Точно так же, как агрегаты, точно так же, как и почва в целом. Итак, коэффициенты пористости. Пористость в целом существенно определяется и очень важны для характеристики природных дисперсных тел. Очень важны. Определение плотности твердой фазы проводится пикнометрически, если мы знаем объем сосуда, навеска почвы масса известна, а затем мы используем еще и доливаем воду, то мы можем и рассчитать объем долитой воды и, соответственно, рассчитать объем почвы. Массу почвы делим на объем почвы, получаем плотность твердой фазы. А иногда используют так называемые методы, которые позволяют с помощью уравнения связывающего давление с объемом измерить объем абсолютно сухой почвы. для этого есть специальные приборы, которые изменяют объем и, соответственно, изменяется и давление. Мы можем найти объем камеры и, соответственно, рассчитать по объему, изменяющемуся объему, объем абсолютно сухой почвы. Итак, Робе это плотность почвы, плотность, плотность почвы, которая существенно зависит от состояния влаги и от действия механических различных устройств, которые движутся по поверхности почвы. Здесь приведены типичные значения плотностей различных почв. Для расчетов запасов воды, запасов влаги, запасов веществ в балансовых единицах тонны на гектар, килограммы на метр квадратный, нужно знать содержание грамм на грамм, мощность слоя H и плотность почвы. Поэтому именно такое внимание уделено плотности почвы. Она входит плотность почвы во все расчетные процедуры, когда нам нужно знать, какое количество того или иного вещества нам надо внести. и в этом случае мы можем посчитать то, что у нас есть в почве в тоннах на гектаре, либо в килограмме на метр квадратный. Ну, и можем посчитать, какое количество килограмм или тонн нам надо внести, для того, чтобы запасы того или иного вещества достигли оптимальных. Так производят расчеты все агрохимические службы, так производят расчеты все миллиаративные службы по запасу воды в почве. Мы сейчас прориснем несколько слайдов и будем с вами говорить о макропорах и о порах вообще которые встречаются в почве. Безусловно, с помощью плотности почвы, плотности твердой фазы мы можем рассчитать пористость. Но эта пористость может состоять из макропор, мезопор и микропор. Макропоры имеют диаметр больше 50 микрометров, через них стекают большое количество воды, мезопоры сохраняют доступное влаговое вещество и объем мезопор должен быть больше 0,15 сантиметров кубических на сантиметр кубический. А в микропорах с диаметром вот таким вот содержатся недоступные запасы воды это влажность заведания и объем этих микропор должен быть меньше 0,2 сантиметра кубических на сантиметр кубических меньше 20% но вот именно в последнее время чтобы исследовать поры по их сечению и была использована томография ну томография надо сказать была открыта практически сразу после открытия рентгеновских лучей рентген открыл рентгеновские лучи а через несколько ну буквально 1-2 года и появился метод томографии а смысл был следующий вот источник излучения их лучей а вот исследованный объект вот детектор это матрица которая реагирует на проницаемость их лучей их лучи проникает через объект дают одну точку эта точка регистрируется на матрице а затем объект движется и уже в фокусе матрицы появляется другая его плоскость и мы уже видим изменение сигнала потом он еще передвигается на другое расстояние и уже другая плоскость оказывается в фокусе на детекторе мы это все видим на нашем детекторе на нашей матрице мы получаем характеристику изменения спектра лучей по мере продвижения всего объекта вот по отношению к источнику у нас появляется возможность реставрировать поровое пространство объекта по вот этой картинке то есть решить обратную задачу обратную задачу из вот этой картинки фотокартинки на детекторе решить задачу структуры этого объекта это обратная задача и вот методом решения обратных задач и было посвящено большое количество времени когда внедрялась методы томографии в почвоведении методы измерения порового пространства вот энгеновские лучи как видите они достаточно колордки все проникающие они проникают естественно через поровое пространство достаточно быстро и легко и задерживаются дают темные пятна на итоговой картинке мы получаем картинку из темных и светлых пятен светлые пятна это у нас твердая фаза а темные пятна засвеченные через которые быстро проникла радиация это позволяет нам говорить о структуре порового пространства причем в трехмерном пространстве излучения ну здесь показан принцип ротационный вместо того чтобы двигаться он вращается но по сути тоже получается та самая картинка изменения силы х луча при проникновении через разные пространства в этой вращающейся картинке что же мы в результате получаем а в результате мы получаем сложное изображение порового пространства вот изображение одного из образцов дерновопозолистой почвы это лишь одинок одна из картинок характеризующих определенный срез в действительности мы конечно получаем объемную характеристику трехмерное изображение но поэтому одному срезу видно что поры дерновопозолистой почвы представлены в виде вот таких пузырьковых образований в большинстве своем поры в дерновопозолистой почве в горизонте ЕЛ это пузырьковые поры это было просто странно видеть мы же привыкли поры изображать в виде линейных цилиндриков и вдруг мы видим изображение пор в виде отдельных пузырьков это подзолистый горизонт дерновопозолистой почвы вот это наше традиционное представление которое говорит о том что поры в виде цилиндров нет поры представлены значительно более сложными в том числе пузырьковыми образованиями для которых образ цилиндрический ну совершенно не подходит посмотрим другой горизонт С ну здесь еще отдельные поры можно представить в виде тяжей цилиндриков это видимо вот центральный центральная пора связана с корневыми остатками видите это корень а вот все тонкие поры это мезопоры связанные либо с корнями растений либо с растрескиванием почвы в частности в горизонте С материнской породе мы получили новое средство для оценки оценки порового пространства его структуры какова структура порового пространства почвы включая макропоры мезопоры микропоры и не только это но и их форму и их характеристики макромезопор и так мы можем использовать современные рентгеновские микротомографы с определенным разрешением для того чтобы характеризовать структуру порового пространства вы на этом слайде видите что вообще-то прямое определение пористости традиционной мы с вами говорили что можно рассчитать пористость по плотности почвы и плотности твердой фазы а вот томография дает почти в два в полтора раза меньшее значение с чем это связано часть пор мы просто не видим томографы не способны пока различить очень тонкие поры для этого требуется и более сильный рентгеновский луч и специальное и специальное оборудование этих пор пока различить трудно но мы уже способны различить поры которые связаны с почвенными процессами поропроводящие открытые макропоры и поры которые связаны например с корнями растений если мы смотрим такие образцы то в этом случае мы видим явное различие в порах которые имеют происхождение чисто физическое и отличимые от пор которые имеют биологическое происхождение то есть корня растений таким образом томография на современном этапе с применением микротомографов различных фирм позволяет нам различить поры различного размера различного формы различного диаметра ну начиная с мезопор микропоры мы к сожалению практически не видим из-за этого и отличается пористость традиционная и томографическая но томографы совершенствуются и в ближайшее время я уверен мы получим томографы которые позволят нам значительно лучше точнее и более глубоко проникнуть в область микропор вот с диаметром меньше 0,2 микрометров пожалуй на сегодня это все спасибо вам за внимание пока мы ставим точку я желаю всем здоровья